За ежедневными потоками новостей прячется истина, а самое страшное, что она забывается. Редакция Шариннет решила напомнить вам, что и как было в этот день в нашей многосерийке. Таблетки для памяти. 18 апреля в Украине Международный день памятников и исторических мест. Девиза Международного дня памятников и исторических мест, который отмечается в мире ежегодно, стали слова «Сохраним нашу историческую родину». Также в этот день отмечается День пиццы. Кстати, какая ваша любимая? Напишите в комменты. Таблетки для памяти. 18 апреля 2001 года министр внутренних дел Украины Юрий Смирнов рассказывает, что расследование дела Георгия Гангадзе зашло в тупик, и это выгодно. Если бы все хотели из этого тупика выйти, то, по моему мнению, мы бы давно вышли. Мне кажется, что кому-то из этого тупика не хочется выходить, потому что этот тупик слишком интересен, и в этом тупике можно очень серьезно мутить воду, заявил Смирнов, как в воду глядел. 18 апреля 2005 года премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что олигархов надо не привлекать к уголовной ответственности, а легализировать их капиталы, потому что деньги придут и в бюджет, и в банки. «Коров, которые дают молоко, не убивают!» – сказала Тимошенко. Также в этот день СБУ задержало трех милиционеров, подозреваемых в убийстве Юрия Вередюка, которого ранее обвиняли в убийстве журналиста Игоря Александрова. Редактор и журналист Игорь Александров работал в Донецкой области. Был убит в 2001 году. Подозреваемым был Вередюк, но его оправдали. Вскоре Вередюк умер якобы от острой сердечной недостаточности, однако возможной причиной смерти называли отравление. 18 апреля 2007 года стало известно, что Евро-2012 пройдет в Украине и в Польше. Страны выиграли тендер на проведение чемпионата Европы по футболу. Такое решение было объявлено Великобритании. За Украину и Польшу отдано 8 голосов членов исполкома УЕФА. В голосовании участвовало 11 футбольных лидеров, поскольку представители конкурирующих Украины и Италии не имели на это права. Не голосовал также Мишель Платини. Таблетки для памяти. 18 апреля 2011 года фракция БЮД предложила создать в парламенте Временную следственную комиссию по расследованию причин невыполнения России своих обязательств по Харьковским соглашениям. По словам лидера БЮД Ивана Кириленко, после ратификации Харьковских соглашений только Украина неуклонно выполняет свою часть обязательств по ним. Взамен не получает Россия обещанного удешевления газа. Согласно договорам, которые подписали Янукович и Медведев, Украина должна была получить скидку на газ в размере 100 долларов в случае, если цена на газ будет более 330 долларов за тысячу кубометров. Или скидку 30% от суммы контракта, если цена будет ниже 330 долларов. Эти соглашения были денонсированы в одностороннем порядке Государственной думой Российской Федерации 31 марта 2014 года. А 28 января 2021 года Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении в государственной измене Виктору Януковичу через подписание им Тарьковских соглашений. 18 апреля 2014 года исполняющий обязанности президента Александр Турчинов и премьер Арсений Яценюк заявили, что рядом с государственным украинским языком готовы представить официальный статус русскому или иному языку в регионах, где проживает значительная часть ее носителей. Также власти готовы к амнистии сепаратистов, но они должны сдать оружие и освободить здание. В этот же день Россия потребовала от Украины разоружить правый сектор. В российском МИДе заявили, что стабилизировать ситуацию в стране можно лишь прислушавшись к регионам, особенно к тем, где преобладают русскоязычные жители. 18 апреля 2019 года в эфире программы «Право на владу» шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что идет в президенты, чтобы сделать страну лучше и не хочет, чтобы через 5 лет его президентской каденции кто-то сказал ему, что он такой же, как порох. Так, на вопрос, чем вы отличаетесь от предшественников, Зеленский ответил, что хочет быть президентом достойной страны и не собирается бежать через 5 лет. «Я хочу быть президентом достойной страны, человеком, которого не догонят после 5 лет. Дай бог, нормального правления, дай бог нормальной команды. Не хочу, чтобы меня на улице догнал кто-то и сказал, ты такой же, как порох». Добавил он. Напомним нашему зеленому президенту, что говорили оранжевому президенту после его пятилетки. Аньба! 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 А вот вы, оказавшись перед Владимиром Александровичем, что бы ему сказали? Напишите в комментарии. Кстати, о том, почему один Зеленский объединил Украину, а второй Зеленский стал разочарованием для миллионов, вы можете прочитать в наших лонгридах на сайте Шаринет. Ссылочку я вам оставил в комментариях. Добавьте ее себе на стену, чтобы не потерять. Вот такие топ-новости выходили 18 апреля. Какие новости произойдут сегодня, вы узнаете на нашем ресурсе Шаринет. А чтобы узнать их первыми, подписывайтесь на наш YouTube и Telegram-каналы. Редакция Шаринет желает вам достойной зарплаты.